В Европе крайне тревожная обстановка. В экстренные службы поступают сотни звонков о подозрительных предметах, отменяются футбольные матчи и поезда. Самые мрачные прогнозы подтвердились. Под видом мигрантов в Европу совершенно спокойно прибыли террористы из группировки «Исламское государство». С поддельными паспортами, имеющие сообщников в тихих европейских странах, правительства которых создали для них неплохие условия для жизни. Квартиры, пособия, возможности получить работу. О том, что теперь готовы предпринять евро чиновники для защиты своих граждан, репортаж Дмитрия Сошина. Теракты в Париже, похоже, разбудили европейских чиновников. Глава Еврокомиссии Жан-Клох Юнкер заявил, что без России невозможно обеспечить безопасность в Европе. В Брюсселе в то же время не намерены пересматривать миграционную политику и квоты на прием мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. Хотя все больше фактов говорит о том, что часть исполнителей парижских терактов прибыла в Европу под видом беженцев. Все решения по миграционной политике остаются в Сирии. Мы должны понимать, что террористы не являются мигрантами. Если мы будем смешивать их, то это будет именно то, на что рассчитывали организаторы теракта во Франции. Возле штаб-квартиры Совета Европы и Еврокомиссии военные патрули. Именно из столицы Старого Света, точнее из расположенного неподалеку района Маленбек, начали свой путь в Париж по крайней мере трое из террористов. В Бельгии сохраняется повышенный уровень опасности. Бойцы спецназа до сих пор дежурят возле иммигрантских кварталов, если вдруг возникнет необходимость проведения новых рейдов. Несмотря на то, что полицейская операция в районе Маленбек давно закончена, на улицах Брюсселя остается много вооруженных патрулей. Но особое внимание здесь, на центральном вокзале города, к поездам, которые прибывают из Парижа. У многих пассажиров, которые выходят на платформы, проверяют документы. У некоторых тщательно обыскивают багаж. Один из главных исполнителей и координаторов терактов, житель Брюсселя Салах Абдельсалам, оказывается, был в поле зрения полиции Нидерландов. Голландцы задержали его в начале этого года. Не за радикальные взгляды, а за хранение марихуаны. Абдельсалам заплатил штраф и был отпущен. Спецслужбы уверены, террористы планируют новые атаки. А потому к любой угрозе власти относятся всерьез. Накануне немецких и голландских болельщиков они приехали в Ганновер на товарищеский матч своих национальных сборных по футболу эвакуировали прямо со стадиона. Игру отменили из-за угрозы взрыва. В Ганновере опасались и за безопасность главной болельщицы Ангела Меркель. Конечно, обидно, что матч отменили. И сказали буквально за час до игры. Хотя обещают, что сыграют они попозже. Почему вас не пустили? Они просто закрыли стадион и вроде там нашли какой-то подозрительный сверток. Я думаю, все из-за него. За полтора часа прочесали все. И трибуны, и раздевалки, и футбольное поле. Но тревога оказалась ложной. Примерно в это же время в Брюсселе тоже отменили большой футбол. Сборная Бельгии так и не сыграла с испанцами. Решение об отмене матча пришло сверху. В последний момент нам сообщили, что встреча не состоится. И это не важно, согласны вы с этим или нет. Для меня человеческая жизнь важнее, чем футбольный матч. Судя по сегодняшним новостям из Парижа, история с терактами далеко не закончена. А потому вся Европа стала большой зоной досмотра. В аэропорту Копенгагена из-за подозрительного чемодана эвакуировали международный терминал. В Испании взято под охрану все важные транспортные узлы. В Мадриде тщательно охраняются посольства. Даже знаменитый на весь мир венецианский карнавал в начале следующего года начнется с обязательной проверки всех гостей. Если человека нечего скрывать, думаю, для него не будет проблемой пройти через рамку, дать на проверку документы и снять маску. Карнавал — это радостное событие, но это и большой поток людей. В атмосфере всеобщей подозрительности службы спасения и полицию во всем мире часто дергают по пустякам. Иногда потенциальных террористов видят в любом человеке с восточной внешностью. Из самолета, собиравшегося лететь из Балтимора в Чикаго, высадили четырех говоривших по-арабски пассажиров. Их соседям показалось, что те на своем мобильном телефоне смотрят видеоролики, запрещенные в России группировки «Исламское государство». На самом деле женщина-мусульманка смотрела видеосообщения своей подруги. Два рейса в Париж авиакомпании Air France, они летели из Лос-Анджелеса и Далласа, посадили в Америке. Якобы из-за информации о заложенной на борту лайнерах бомбе. Угроза безопасности для Европы и Германии серьезная, очень серьезная. После событий 11 сентября весь мир осознал свою незащищенность от террористов. Но драма в Париже и взрыв российского лайнера над Синаем вновь заставили усомниться в том, что существующая система безопасности совершенна. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Первый канал, Брюссель.